Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Ежегодно непрочный лед становится причиной гибели людей. Какие правила соблюдать, находясь на водоеме, и как определить степень опасности льда? Об этом расскажет старший госинспектор Центра ГИМС МЧС России по Самарской области Евгений Воистинов. Здравствуйте, Евгений Петрович! Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день как складывается ситуация? Есть ли уже какие-то случаи, на которые хотелось бы обратить внимание, в том числе трагические, может быть? Ну, хотелось бы сказать, что в этом году, наверное, все уже заметили, что зима достаточно теплая, радует нас несильными морозами, не так уж хотелось бы, как многие привыкли к снежной зиме. Такой зимы в этом году, к сожалению, нет. Поэтому постоянный оттепель, вот эта перемена погоды, она существенно влияет на ледообразование. Лед в этом году на водных объектах, он недостаточно прочный, потому что, ну, вследствие того, что не было затяжных и таких устойчивых морозных дней, поэтому лед недостаточно прочный. И хотелось бы сказать, что толщина льда, она не всегда является критерием безопасности. Безопасным считается лед толщиной, ну, для пешеходов, я имею в виду, для граждан, которые выходят на лед, для рыбаков, это не менее 10 сантиметров. При таких массовых выходах на лед, это не менее 20-25 сантиметров. Но мы же визуально не видим, вот мы видим только поверхность льда, а какая толщина, как вот узнать? Какие-то еще, может, другие есть признаки? Ну, хотелось бы сказать, что признаки, конечно, есть. Наиболее прочный лед – это прозрачный, достаточно такой, ну, скажем так, без кроплений лед. Вот лед матового цвета или лед с оттенком желтизны – это уже лед непрочный и неоднородный. Но вот знаете, наиболее еще опасность представляет вот в этом году, такое встречали, когда замеряли толщину льда – это слоистый лед. То есть лед, дальше идет какой-то объем воды и дальше снова лед. То есть вот такой неоднородный лед, он тоже представляет опасность. Хотя рыбак может пробурить лунку, вроде по толщине там достаточно, но лед неоднородный – это представляет определенную опасность. Поэтому хотелось бы сказать, что в этом году именно вот выход на водные объекты, покрытые льдом, он представляет определенный риск. И граждане должны это, в общем-то, понимать и иметь в виду. Мы предупреждаем, проводя надзорные мероприятия. Вот я даже здесь в студию принес листовки, которые раздаем, памятки гражданам при проведении надзорных мероприятий, в которых мы предупреждаем о правилах поведения на льду, о мерах безопасности, о том, какой лед, как себя вести, в случае, если гражданин провалился под лед. Ну вот одно дело, если… А, ну телефон назовите, да, чтобы… Ну, телефон, он известен, я думаю, мобильный телефон 112, либо 01, служба спасения, то есть… Вот если провалишься под лед, то никакой телефон не поможет, если ты один, да? Ну вот… Вот в таком, в такой ситуации вообще. Ну, мне хотелось бы сказать, что, конечно, вот правила поведения на льду, они рекомендуют, что выходить на лед одному – это рискованно. Группа людей… Ну вот часто видимо рыбаков одних, или кто-то вот плетется по Волге, через всю Волгу. К сожалению, да, у нас есть любители такой вот азартной охоты за рыбы, но хотелось бы сказать, что все-таки рыбаки, они рыбачат, ну, скажем так, грубками небольшими, а вот те, кто любит отдыхать на противоположном городу, берегу реки Волги, на правом берегу, то есть хотелось бы сказать, что вот отдыхать я бы рекомендовал все-таки пересекать реку в тех местах, где это безопасно, группами, группами на расстоянии 5-7 метров от каждого человека, впереди должен идти наиболее опытный, подготовленный, так скажем, сильный физический и моральный человек, который смотрит, куда идет группа и куда он ее ведет за собой. Ну, в этом случае, в общем-то, это, ну, скажем так, риск присутствует, но он хотя бы минимален. Вот, ну, в остальных случаях, конечно, одному отдыхать на льду, выходить на лед, там, рыбачить одному на льду, это достаточно, в общем-то, рискованное занятие. Скажите, пожалуйста, есть дети и лед, это тоже вот такая отдельная тема, потому что есть случаи, когда и дети страдают, куда-то проваливаются. Ну, хотелось бы сказать, что обратиться к родителям, что отпускать детей, гулять без надзора родителей, без попечения взрослых, ну, крайне опасно. Вообще, хотелось бы сказать, что вот наша статистика регистрирует случаи гибели, и, к сожалению, такие случаи гибели детей присутствуют, это чаще всего, это почти всегда, это в том случае, когда дети остаются без присмотра родителей, либо взрослых. Поэтому это летом, то же самое мне хотелось, на это то же самое хотелось бы обратить внимание зимой. Отпускать детей, гулять без сопровождения взрослых, отпускать родителям своих детей, не сопровождая их, это, в общем-то, рискованно и опасно. То есть поведение ребенка на льду, оно, ну, как вам сказать, непрогнозируемое, непредсказуемое. Его надо направлять, его нужно предупреждать, держать при себе. Ну, не отпускать от себя далеко. Даже вот именно, что ребенок увидит вот эту дырочку с водой, и, наоборот, она притянет его внимание, начнет что-то экспериментировать и пробовать. Да, его поведение, оно непредсказуемое, его нужно контролировать. Поэтому взрослые должны вообще, конечно, с детьми отдыхать, вот, переходить в Волгу, как мы иногда это наблюдаем во время своих надзорных мероприятий. Это, ну, мне бы хотел сказать, что взрослые, вообще, наши граждане Самарской области, жители города Самары должны понимать, что выход на лед – это уже риск. Это достаточно серьезный риск в связи еще с тем, что, вот, ну, скажем так, тропа, по которой прошли вчера, и, казалось бы, что она абсолютно безопасна. Проверена. Проверена. Наша Жигулевская ГЭС произвела определенный сброс воды, произошла подвижка льда, торошения, торосы надвинулись, что-то изменилось в структуре льда, уже этого предсказать, что теперь эта тропа безопасна, никто не скажет, невозможно. Вот, поэтому мне хотелось бы сказать, что выход на лед, даже вроде бы в тех местах, которые проверены, нужно соблюдать определенную безопасность, нужно иметь с собой минимальные, скажем так, средства помощи, оказания помощи, не только аптечку, хотя бы палку, чтобы пробовать перед собой, когда вы выходите на лед, этот лед. Веревку длиной 25-30 метров, это тоже поможет в случае необходимости оказать помощь человеку, который там... А сколько человек может пробыть в холодной, в такой ледяной воде, так скажем? Вы знаете, это очень индивидуально, но... Чтобы уже ориентироваться, понимаете? Хотелось бы сказать, что это индивидуально. Человек в воде, ну, плюс 3, например, 5 градусов, провалившись, может пробыть от 5 до 7 минут. Но это все очень индивидуально. Но хотелось бы обратить внимание, что при... ведь, собственно, что происходит с организмом человека? При понижении температуры тела менее 35 градусов уже идут необратимые процессы. Поэтому хотелось бы сказать, что вот эти 5-7 минут, они, в общем-то, решающие. Но, вы знаете, хотелось бы все-таки сказать, не хочется об этом говорить. Мое дело предупредить. Не допускайте до такой ситуации, когда вы там рискуете, или кто-то рядом с вами рискует возможность провалиться под лед. Потому что вот эти минуты, они очень важны. И плюс человек в намокшей одежде, провалившись под лед, его ведь тоже нужно спасать. А вот действия спасающего какие? Вот мы видим вот эту вот трагедию, да, человек провалился. У нас есть, допустим, и веревка, и палка. Вот что делать? Или сначала позвонить в службу, потом начинать самому действовать? Вы знаете, ну, конечно, я начал с того, что выходить на лед одному, это уже представляет определенную опасность. Даже вот если в группе перед тобой кто-то провалился. Ну, тогда кто-то начнет оказывать помощь, вытаскивать этого человека. Кто-то будет страховать оказывающего помощь, а уже другой будет звонить и вызывать спасателей. А что запрещено делать в такие моменты? Вот, может быть, какие-то ошибки совершают люди, которые начинают быстро помогать? Вы знаете, если человек провалился в полынью, под лед, то не нужно подходить к краю. Подходить нельзя, потому что, возможно, снова провал следующего человека. Нужно либо подползать, либо протягивать ему предмет, палку, бросать веревку, пытаться его как-то зацепить, чтобы он ухватился, накинуть либо веревку на него и вытаскивать, его подтаскивать к краю полыньи и пытаться вытаскивать, но ни в коем случае не подходить к нему, скажем так, на ногах. То есть нужно подползать, потому что площадь давления на лед увеличивается и возможность сохраниться, тот, который оказывает помощь на поверхности льда, гораздо выше. Ну, и мне, знаете, хотелось бы обратить внимание, вот вызывая спасателей к месту такого, ну, скажем так, мнимого, рассматриваемого нами происшествия, необходимо учитывать такой момент. В этом году произошло очень сильное создание торосов на реке Волги. И поэтому... А торосы это что? Это когда происходит подвижка льда, это нагромождение льда, вот такое вот хаотичное нагромождение льдин на поверхности замерзшей реки, вот это называется торосами. Вот это нагромождение... Это опасные места, получается, да? Вы знаете, это говорит о том, что произошла подвижка ледяного поля. Это значит, изменилась структура льда в этих местах. Но это зависит, еще влияет, хотелось бы сказать, на работу спасателей. Они используют технические средства для подхода к месту происшествия, это судно на воздушной подушке. Вот торосы, они мешают наиболее кратким маршрутам подойти к месту провала. Поэтому необходимо и это учитывать тем людям, которые вот, скажем так, прогнозируют свой отдых на льду. Потому что выезд спасателей, он затруднен вот этими торосами. И иногда им приходится, вот я взаимодействую с спасателем, мы совместно осуществляем патрулирование, им иногда приходится именно пробивать даже путь к месту какого-то происшествия. А минуты, а не всего-то там 5-7. Конечно. Это все очень ограничено. Скажите, пожалуйста, о чем свидетельствует такой вот хруст характерной льда, если вот он слышится? Вот это два случая. Либо это именно лед сам по себе, структура льда ненадежна, неустойчива, либо это вот как раз происходит тогда, когда сброс воды у нас, вот, например, Жигулевская ГЭС сбрасывает, и происходит вот именно нагромождение торосов. Меняется ледяное поле, ломается. Это очень, кстати, опасный момент. То есть если вот выходишь и слышишь, что лед хрустит, то, конечно... И мне хотелось бы сказать, вот, вы знаете, есть любители, которые выходят, ну, скажем так, в сумерки погулять, возвращаются уже поздно. То есть вот здесь хотелось бы предупредить, найти ту тропинку, вот когда сумерки, либо уже когда темно там, хотя и вешки ставят, вот я это сам наблюдаю, вешки ставят любители переходить на противоположный берег реки Волги. Но вот в темноте определиться, ориентироваться достаточно сложно. И тем более, что не видно, что под ногами у такого пешехода. Поэтому переходить, выходить на лед нужно только в светлое время суток. А какие-то уже случаи произошли, которые вот мы можем привести с начала зимнего сезона? Или нет? Конечно, есть. Вот у меня с собой статистика с 2015 года, и мне хотелось бы обратить внимание, но статистика, если по сравнению брать с 2016-2017 годом, конечно, в этом году еще... Ну, это еще не завершен сезон, да? Да, сезон только начинается, тем более, что вот ноябрь-декабрь достаточно теплые были месяцы. Но тем не менее, хотелось бы обратить внимание, что, например, в 2016 году таких происшествий на водных объектах с провалами под лед было 12. То есть трагических, конечно, было немного, но вот провалы, вот рыбак, два рыбака, снегоход. Чаще всего, конечно, пешеходы и рыбаки проваливаются под лед. В этом году тоже были случаи, и снегоход у нас проваливался в начале 2017 года, и автомобиль Нива. То есть случаи, в общем-то, достаточно серьезные, в некоторых случаях трагически заканчивались. Поэтому мне хотелось бы обратить внимание, что необходимо соблюдать осторожность. Но вот в этом году... Мы говорили, да, что вот если человек один или в группе идет, а если он на транспорте, на снегоходе, на машине, то, наверное, какие-то другие требования к безопасности. Как это все? Умножать на несколько тонн веса или что? Мне хотелось бы сказать, что вообще у нас ледовых переправ автомобильных нет. Выезд на лед на автотранспорте категорически запрещен на водные объекты. У нас нет зарегистрированных ледовых переправ. Соответственно, безопасность в той мере, которой она должна быть, она не обеспечивается. Водитель берет ответственность на себя, выезжая на лед, да? Да, выезд на лед, он категорически запрещен. Выезд на лед на снегоходах. Здесь уже водитель снегохода должен, в общем-то, четко и ясно себе представлять маршрут. Он должен быть уверен в том, что выезжая на лед, толщина льда позволяет и выдержит нагрузку его снегохода. А как это проверить? Практически, как это сделать перед тем, как на снегоходе переехать? Вы знаете, во-первых, конечно, я наблюдал, молодой человек выходит и смотрит на пейзаж, на следы, которые оставляли предыдущие товарищи. Соответственно, следы снегохода проезжали, где проезжали, каким маршрутом, как это обозначено. То есть, это необходимо, прежде чем выехать на снегоходе, посмотреть. Ну, хотелось бы еще обратить внимание водителей снегоходов, то, что именно, скажем так, в устьях рек и на фарватере лед наиболее тонкий. То есть, когда они пересекают или едут там по ледяной целине, они должны учитывать то, что вроде бы все ровно, все замечательно, хорошо, но в устьях рек и на фарватерах наиболее тонкий лед. Но, хотелось бы сказать, что толщина льда зависит не только вот от того, где быстрее течение, это еще зависит от того, какой рельеф дна. То есть, выход на лед и выезд на лед на снегоходе, это риск. Мы уже об этом с вами передачу начали. Это всегда риск. Поэтому нужно, в общем-то, определить маршрут, предупредить тех товарищей, которые остались на земле, каким маршрутом будет следовать, иметь с собой, соответственно, средства связи, чтобы была возможность в случае необходимости какой-то ситуации связаться и сообщить, что происходит. Вот такие вот рекомендации. Будут ли крещенские морозы? Впереди вот у нас такой большой праздник. И, опять же, для вас, наверное, это очень большая нагрузка и ответственность, потому что много желающих пойдет на Волгу, в проруби, окунаться и так далее. Как вы к этому готовитесь? Значит, ну, крещенские морозы будут, не будут. Пока прогнозов нет таких, да? Да, это гидромет скажет. Крещенские купания у нас определены, в общем-то, часть, так, несколько в сокращенном составе, часть мест, которые будут задействованы для крещения. Но они официально будут разрешены, да? Да, это в районе, ну, в городском округе Самары это в районе Полевой наиболее крупное место. Все остальные места по области, они в средствах массовой информации даны. Но мне хотелось бы сказать, что рекомендовать гражданам то, что необходимо принимать эти, скажем так, омовения только в тех местах, которые оборудованы и разрешены. Ни в коем случае не выходить на лед и самостоятельно не рубить там прорубь, чтобы в ней искупаться. Почему? Потому что это чревато определенными последствиями. То есть мне хотелось бы вот из своей практики привести такой пример, что вылавливали человека, который чудом просто не ушел под край вот этой Иордании. То есть пришлось одевать на него петельку такую страховочную, держать его, когда он окунался, а его там вылавливать, ловить в этой Иордании, потому что края обмерзли. Он в этом состоянии, ну скажем так, приподнятом, несколько не понимал, что происходит. Поэтому вот когда нет спасателей, нет служб, которые отвечают за безопасность, вот это самостоятельное купание, оно чревато негативными последствиями. Поэтому я призываю принимать омовение только в тех местах, которые разрешены, оборудованы, в которых есть, в общем-то, возможность и раздеться, и одеться, и если в случае необходимости получить какую-то необходимую помощь, вот только в этих местах. А вообще существуют какие-то правила безопасного поведения даже вот в таких разрешенных местах? Что на вашем опыте можно порекомендовать? Может, человек первый раз вообще решил попробовать? Ну, вы знаете, мне хотелось порекомендовать, вот в таких местах существует определенный порядок. Этот порядок установлен теми службами, которые отвечают за обеспечение безопасности во время омовения. Вот нужно следовать строго их указаниям. Сказали, можно идти, идите. Сказали, подождите, значит, подождите. Можно войти в воду, заходите. Дальше вышли. Переодевайтесь. То есть следовать указаниям служб, которые обеспечивают безопасность. И все будет хорошо. Ну и следующая рекомендация. Мне хотелось бы сказать, что ни в коем случае не выходить на это мероприятие в состоянии алкогольного опьянения. Это, я думаю, не требует объяснения, это понятно. То есть это, в общем-то, человек не только рискует собой, но он и своим здоровьем рискует, потому что это все-таки определенная нагрузка на организм. Поэтому нормально, в трезвом состоянии, приходите, принимайте омовение, и все будет хорошо. Скажите, пожалуйста, как ведется со стороны инспекторов и наблюдателей наблюдение за проблемными зонами? У вас же они обозначены, наверное, да? Вы тестируете территорию. Ну, у нас осуществляется надзорно-контрольное мероприятие, которое по определенному плану, где, как вы сказали, проблемные места, они прикрыты, где мы совместно со спасателями в некоторых случаях, в некоторых случаях самостоятельно осуществляем патрулирование и наблюдение с контрольных наблюдательных постов. Фиксируем это, выходим тоже на лед, осуществляем информирование граждан. Вот я принес вам, раздаем вот такие памятки и листовки этим гражданам, доводим до них меры безопасности в этом районе, предупреждаем, либо, ну, в общем-то, ограничиваем выход на лед, если это необходимо. Понятно. То есть, ну, все равно под присмотром территории нельзя сказать, что вот совсем все это... Ну, хотелось бы сказать, что, конечно, все водные объекты мы охватить не можем, мы наиболее проблемные участки, поэтому, в общем-то, я и выступаю у вас сейчас здесь, чтобы как можно больше граждан меня услышало и приняло это к разумному сведению. Поэтому в тех наиболее проблемных местах, наиболее, ну, скажем так, в местах, в которых более массовый выход граждан на лед осуществляется, мы присутствуем. Ну, вот озера, они замерзают, наверное, и быстрее, и там надежнее ситуация. Или это тоже ошибочное мнение? Потому что не только вот на Волгу. Кто-то выезжает на природу, где-то озера, какие-то еще водоемы. Может, не такие большие. Там тоже, наверное, своя специфика. Или там уже все намного надежнее? Вы знаете, мне хотелось бы сказать, что все-таки на озерах, да, там лед образуется чуть раньше, чем на проточных водоемах. И толщина там может быть больше. Но, опять же, толщина льда на озерах, она зависит от рельефа дна, от родников, которые там присутствуют. Если есть родники, значит, толщина льда гораздо меньше, чем в общем, в среднем по этому озеру. Вот, поэтому мне хотелось бы сказать, что там миры безопасности должны соблюдаться те же. Мне хотелось бы обратиться к автолюбителям, которые вот как раз и любят зимой подрифтовать на озерах. Это также крайне опасно, как и на реке. То есть выезд на водные объекты на автомобильном транспорте, не санкционированный, так его скажем, он запрещен. Вот, поэтому это уже нарушение. Поэтому исключите это, потому что это, в общем-то, влияет на безопасность и водителя, и транспортного средства. Да, и еще часто такие, звучит, конечно, громко, несанкционированные площадки для катания на коньках. Организуют сами люди, вот, на озерах тех же. Это вот как-то контролируется тоже, и что нужно учитывать при том желании? Вот, сделаем каток и будем всем массивом, тот, кто приезжает кататься, где-то на природе. Ну, это, конечно, интересно, но мне кажется, если бы вот эти граждане, проявив инициативу, обратились еще в администрацию, которая, скажем, на территории которой находится вот данный водоем, мне кажется, это было бы гораздо безопаснее и интереснее. А какие-то меры безопасности может администрация тоже гарантировать или нет? Вы знаете, ну, она будет знать, в каждой администрации есть подразделение, отдел гражданской защиты, вот, он нацелен на эту работу. Даже сбор информации об этом, это уже определенная работа, очень серьезная. И мне вот хотелось бы сказать, что, конечно, здорово, инициатива граждан, это всегда здорово и хорошо. Поэтому они должны знать, что при массовых выходах на лед толщина льда должна быть 25 и выше сантиметров. Вот. Но в этой ситуации, о которой вы сказали, мне хотелось бы еще порекомендовать инициативным гражданам все-таки обращаться в административные органы, об этом говорить. Ничего страшного, а может быть, там помогут освещением или чем-то еще. Ну, в каких-то редких случаях, может быть, да. Скажите, пожалуйста, вот эту информацию о толщине льда, которой мы все время возвращаемся, где можно узнать? Вот такие данные. Вы знаете, данные о толщине льда при проведении каких-то массовых мероприятий собирают и спасатели, и Центр ГИМС МЧС России по Самарской области. Публикации вот этих данных одно время, и вот сейчас я не готов, конечно, ответить на этот вопрос, но публикация этих данных была на сайте нашего ГМС Самарской области. Сейчас вот не готов ответить, есть ли эти данные сейчас на этом сайте, не могу сказать. Скажите, пожалуйста, в арсенале спасателей что имеется в настоящее время? Как-то он модернизируется при таких вот критических ситуациях? Вы выезжаете на лед с чем? И главное, еще существуют ли какие-то временные рамки, в течение которых вы должны добраться до человека, который попал в беду, вот именно на водоеме? Или такого нет, вот как в скорой помощи, допустим, за такой тревог? Ну, хотелось бы сказать, что это вопрос все-таки к спасателям, нашим коллегам. Это Олег Петрович Моцарь, руководит поисково-спасательной службой Самарской области. Ну, как быстро ждать помощи, хотелось бы. Ну, мне хотелось бы сказать, что, ну, все-таки взаимодействие с ними, я могу сказать, что у них есть суда на воздушные подушки, которые они активно используют для оказания помощи. Ну, достаточно часто оказывают помощь не только вот каким-то гражданам, пострадавшим на льду, но и доставляя больных из Рождественного, то есть это активно они используют. У них есть для оказания помощи все необходимое. То есть это, ну, все, что необходимо, оказать помощь квалифицированные спасатели, обученные формы и снаряжение, у них все есть в наличии. Значит, хотелось бы сказать, что, конечно, место происшествия, от места происшествия зависит время выезда спасателей. То есть сказать, что, например, где-то в районе Шелихметьи что-то произошло, и они там должны быть через пять минут, этого не произойдет. В этом году, я хотел бы еще раз повторить и обратить внимание, ввиду вот такой сложной ледовой обстановки, спасатели, время прибытия спасателей возможно, может быть, в некоторых случаях затруднено. Ну, торосы, просто торосы, которые необходимо обходить. Судно на воздушной подушке не может пройти напрямую, потому что оно порвет все свое мягкое ограждение, вот эту воздушную нижнюю часть. Поэтому приходится им обходить, соответственно, граждане должны это знать и учитывать. Ну, и вот у нас остается меньше, чуть меньше минуты. Последняя рекомендация, потому что зима еще у нас, зимнее время еще есть. Еще есть, да. И что, на что вы обратили бы внимание? Я хотел бы обратить внимание, чтобы все-таки граждане, прогнозируя отдых на вот около льда, либо на льду, учитывали то, что все-таки выход на лед – это риск, это определенная опасность, чтобы они брали с собой необходимый, в общем-то, минимальный комплект. Это аптечку, обыкновенную, ну, скажем так, веревку, шнур длиной 20-25 метров с петлей для оказания помощи. Ну, и если просто пешим порядком переходят, не лыжники, так скажем, а просто пешие туристы, хотя бы палку на каждого полтора-два метра длиной. Вот это минимальный набор средств безопасности. Спасибо за эту важную и полезную информацию, за то, что пришли к нам в эфир и ей поделились. Спасибо вам. Всего хорошего, до свидания. Будьте осторожны. Субтитры сделал DimaTorzok